Субтитры делал DimaTorzok Я-то скажу, откуда я. Чего там затронули Ильичу Пасполитию, я понимаю. Ну так это с ним дискуссия. Если тебе интересно, с тобой продолжим. Сначала вводная часть познакомимся. Что, кто, откуда. Меня зовут Артём. Ну меня Олег зовут. Приятно. Смотрите, я прям вам жму руку, но, извините, не могу пожать её лично. Ну окей. Вы откуда, Артём? В Юго-Восток. В Херсон, что ли? Николаев? В Юго-Восток. Ну Юго-Восток это Мелитополь. Я с Луганской. А, с Луганской. С самого Луганской. Я понял, да. Ну окей. Чтобы вам понять не было... Но с подконтрольной территории, значит. С подконтрольной территории, хоть бы сказать. Лисичанс, наверное, да? Подконтрольной территории кого? Уточняйте. Подконтрольной в Украине территории, нет? Нет. Ахилус, наоборот. Наоборот. А, ну значит, с ЛНР, да? Ну ладно, неважно. Я вас понял. Ну вот, мы с американцем из Житомира спорили, значит. О том, я ему доказывал, что большевики создали неадекватные границы Украины, чтобы держать их в сфере своего влияния. Ибо до большевиков, ну скажем так, не совсем до большевиков, до Первой мировой войны Украина была в меньших границах. Я ему зачитывал данные из энциклопедии, из британской, и Брагауза, в каких, какие губернии входили в Украину. Если вам интересно, могу вам зачитать. Не поверьте, смотрите, я историческим, грешникам особо не доверяю. Знаете, почему? Могу объяснить. Ну, почему? Каждый раз, когда меняется вальс, меняется история. Ну так, я понимаю. Каждый раз. Поэтому современным книжкам доверять нельзя. Если вы читаете там что-то с книг, не то, что вы читаете что-то с книг, откуда вы можете быть уверены, что там доверенная информация, откуда? Вот докажите, нет, ты книгу молодому, который, как я вижу, младше вас на много лет, докажите. Ну, доказываю, доказываю. Это не смешно. Доказываю. Нет, ну, мы сомневаемся. Доказываю. Ну, все, можно доказывать. Ну, вот, я, я доказываю. Хорошо. Я не спорщик. Я не спорщик. Мне больше всего случая, чем мой человек. Ну, вот, я вам поясняю. Если вы купили книжку на книжной лапке, или взяли учебник там у детей, которые в школе пичкают сейчас пропагандой, да? Хоть в той или в другой стране, хоть в третьей. Какой, опять, вопрос пропаганды какой-то? Современный, современный, современный. Это одно. Современная. Современная история, извините. У нас уже шесть лет, извините, идет конфликт. За шесть лет поменялась уже вторая власть, и снова президент пришел. И он уже другую историю пишет. Вот поэтому, вот поэтому я говорю, что достоверную историю нужно черпать из книг, которые, так сказать, проверены временем. Я цитировал его из... А проверены временем каким? Которым сто лет хотя бы, сто лет. Я его приводил из... Я его приводил из британской энциклопедии 11-го издания 1998-го года данные. И Брагаусс и фронта, ну, примерно того же года, там, плюс-минус два года. Это вот российская энциклопедия. Я им приводил данные. Продолжай. Я молчу. Вам интересно, в каких границах была Украина, вот, допустим, в 1908-м году? Или неинтересно? В 1908-м? В 1908-м? Да. В каком году? В восьмом. Ну, или... Нет, если вам интересно, я вам могу прочитать. Пожалуйста. Немного. Просто... Мы не спорили. Одно дело, Украина, которую создали большевики в тех границах, а другое дело, Украина, которая была, значит, до Первой мировой войны. Вот это именно из энциклопедии начала века из двух летучих. Значит, из этого... Повторяю, из британских. Украина, бывшая восточной земле Речи Посполитой, утрачена ей в 17-м веке. Британское, 11-е издание. Брагаус, в принципе, тоже самое пишет, но Брагаус дает еще поуездные границы Украины, но там долго, я вам резюме зачитаю. Таким образом, в обозначенных пределах Украина обнимала собой юго-восточную часть нынешней губернии Подольской, губернию Киевскую, юго-западную часть губернии Черниговской, губернию Полтавскую, значительную часть губернии Екатеринославской и губернию Херсонской. Ну да, а восточной Украине-то не было Украиной, это большевики ее сделали таковой. Я же вам это доказываю. Не, и западной соответственно не было, потому что это была Польша. И западной не было, да, это была Австро-Венгрия, да. Ну мы познакомились уже, Олег меня зовут. Олег? Да. Ну просто я зануду, скажу. Ну ничего страшного, да. Олег, вот смотрите, вы сейчас читаете скуму, допустим, я влашу вас и так далее, но в итоге я, к примеру, я понял то, что вы мне перечислили. То есть вы говорите о том, что Украина как таковой идет, вот это вот то, что сейчас разбирают, допустим, грубо говоря, конфликт на Юго-Востоке, где есть Запад и так далее. И в принципе это не земля украинская. Вот централизованная Украина, вот которую вы перечислили сейчас земля, да, это и есть Украина. Правильно? Исторически, конечно. Историческая Украина или каноническая Украина, можно сказать. С вами я согласен. С вами я согласен. Ну, если как глубже, извините, в Крыму было хранство, в группе Украины еще какие-то там были народности, давайте копать дальше, да, допустим. Ну, было. Ну, копать-2, а в Крыму нет. Если копнем дальше, вообще Украинский. Ну, дальше, когда-то и не было Украины, когда-то была под поляками маргиналия, до этого ВКЛ было, да. Ну, что, тогда никаких стран, в принципе, не было, были народности. Мы просто сейчас дойдем, дойдем просто до первых, до исторических людей, как бы, и никого, нигде не было ни в странах. Ну, когда-то не было, конечно. Когда была первобытная общинастрой, не было, безусловно. Олег, смотрите, мне знаете, что стало интересно? То есть вы считаете, что там власти, которые они отдали по восточной земле, они, в принципе, принадлежат России, правильно? Ну, можно сказать так, и Харьков то же самое. Ну, я говорю, по восточной земле. Да. Ну, принадлежали. Россия коммунистических сама отдала, к сожалению. Тут вот такой козырь, козырь у него был, да. Ну, Россия же сама отдала. Под давлением, пускай под давлением немцев, но отдала. А ваши крупные зрения поддерживают Россию. Стойте. Олег, я вашу... Я понял, понял, да, я понял. Тогда, что он вам показывал? Мне просто интересно. Я же не могу понять, что это можно. Но он мне доказывал, что вот, как подписали там в 90-х годах, что граница нерешима, так и должно быть. Ну, он в Штатах живет, а я ему доказывал, что в Штатах это одно. Штаты уже в 19-м веке отжали у Мексики все, что нужно, и им хватит, им больше не надо. Там другая ситуация. А в Европе другая ситуация, вот что я ему доказывал. А тем более в XSR. Я с вами не спорю ни в коем случае. Наоборот, ну, как я понял, что я с вами единомышленник. Да. То есть, поверьте, мне попался бы такой человек, я просто о том и сказал, что в Америке, именно когда вот эти американцы пришли, ну, скажем так, европейцы, которые искоренили всех, скажем так, индейцев и так далее, они за всю свою историю, на своей территории никогда в жизни не были войны. Это как минимум о чем-то говорит? Не, ну, тут вы не правы, были войны, была война с Британией, которая была более жесткая, и была именно в 1918... Не, на море! На море! Почему? На суше было. В 1812 году, именно когда была война с Наполеоном, там была война. Ничего там было. Ничего. Была Британия с Канадой с одной стороны, и Штаты с другой стороны воевали. Там была суровая война, там довольно жестокая по тем временам. Бритиш-гли Амеров в их домах живьем, кстати говоря, некто, иногда. То есть, вот, вот то, что говорят, там, Хатыни, Хатыни, вот в второй мировой войне, да, сожгли деревню. Вот то же самое было и Бритий Амеров жгли, то же самое, бывали, бывали случаи. Так что вот так. Были войны, были войны. Ну, давно были, я не спорю. Нет, но при всем при этом, как-то Америка обыкновенно ведет войны не на своей территории, на чей. Ну, это когда она, когда она же стала же сильной державой, когда она стала весь сильной. Так, вот так. А это они говорят, что они сильная держава? Они говорят. Ну, они, они говорят, они делали. Ну, правда, там, всемирная, там, и так далее. А по факту. Они же сумели поставить мир раком так, в отношении валюты, что вы бежите, чтобы сохранить, так сказать, свои сбережения, покупать именно US-доллар. Хорошо. А не, допустим... Мы зашли в историю, только с другой стороны. Вот точно так же получается про Америю. Смотрите, теперь момент, какой получается. Да, я с вами согласен. Они сумели поставить раком. Ну, нет, 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 я продолжу мысль. То есть, вот смотрите, сейчас экономика Китая более динамичная, да, или даже Японии, чем Штаты. Потому что Штаты мало чего производят, они все выносят в производство. Однако, они сумели сохранить, так сказать, первенство своей валюты для всего мира. Вот что, вот что я имел в виду. А за счет кого они смели? Ну, за счет кого? За счет того, что, так сказать, я не знаю почему, все предсказывают падение доллара, но мир доверяет их валюте. Тут можно дискотировать почему, но однако же бегут покупать. Подождите, а как пенье, которое они должны платить России? Нет такой ситуации? Ну, они многим должны платить, они же долг имеют громадный. А то, что, а то, что документы хранятся, которые СССРовские, основные, ну, вот, все граждане по факту, все хранятся в Америке, паспорта, которые даны, вот, кто граждане давали. Ну, вот, есть люди, у которых остались, да, кто граждане СССР, правильно? Когда получали, там, русские паспорта, там, кто-то украинки и так далее, но они СССРовские давали, правильно? Ну, я не знаю такого факта, что они хранились в Америке, почему они решили, наконец, паспорта хранятся в Америке, да? Ну, я такой, нет, ну, я не оспариваю, если вы интересны, как я буду иметь в виду. Проверьте при случае, да. Смотрите, какой момент, Америка поставила раком всех в плане валюты, момент, но она поставила раком не до того, что она, блядь, извините, меня просто аж разбирает, не из-за того, что она сильная, не из-за того, что она сильная, а потому, что все остальные чуть-чуть, не то, что слабее, просто у них был момент, когда они это сделали, а у нас тут, знаете, как лучше, там еще что-то там, как-то там, ну, все тут о своем, о своем что-то там думают, как бы, надо бы пулировать, да нагнули бы все. Ну, это ж не всегда так было, они поставили меньше, чем сто лет назад, раньше был фунт английский, мировые валюты, еще в конце, в начале 20 века, а потом они бритов нагнули и отобрали у них это первенство. Да не вопрос, ну, не вопрос, ну, блин, ну, я, допустим, знаете, чего не могу понять, извините, в Европу письменность, чистоплотность и так далее принесли, принесли все от, ну, не русских, а славян, все страны, да, от славян. Как нам Европа может показать, если, блин, в Медвине Ольге в Париже стоит память, ну, то, что она принесла в эту страну во Францию письменность. Ну, понятное дело, да. Ну, и так далее, нет. Нет, все говорят, понятно, что это дело, конечно, да, да. Ну, когда сейчас начинается какая-то там ситуация, извините, сейчас я пытаюсь переписать историю и сказать, что нет, это не Советский Союз, не свободил там, ну, это, давайте-то, ближайшая история, ну, самая близкая, вот, из таких, на которой можно вообще-то, все говорят, нет, это, нет, никто не говорит о России, не Россия, а СССР. В СССР там много народу есть, правильно? Ну, да, да, да. Это не КССР, это, блин, ну, американцы, колумбанцы, там, грид-спанцы, там, без них бы не отошлось. Ну, то есть, вот так их вопрос. Ну, типа, как бы, вот так амуха. Ну, вот, не стыдно, раз я буду о таком говорить, и, соответственно, я больше, чем уверен, что если копнуть их лук, то же самое. Поверьте, я, Олег, я, блин, из ста процентов, я только, наверное, на процентов тридцать смотрю, ну, что в плане, в плане общения о своих действиях, я, допустим, никто, ну, я не отрицаю. Но тот факт, что в плане общения о своих действиях, дети воевали, умирали, выживали, возвращались, кто-то не возвращался и так далее. И тогда какой-то Вася мне говорил, что, извините, СССР, блин, там, кто-то, 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 это минимум, зацепенять. Это минимум, зацепенять. Вот смотрите, какая ситуация. Мы с вами познакомимся, правильно? Да. Ну. Вот. Я там в городе Смехана. Вот он. И сейчас здесь нахожусь. Это такой город. Знаю. Вот. Смотрите, какая ситуация. Ну, вот сейчас по-другому называется. Я знаю, я знаю. Вот. Нет. Ну, суть не в том. Просто я почему-то говорю, то, что... Ну, кстати говоря, раз вы на подконтрольный, вы под запись для канала идете, вас можно выставлять или закрыть лицо? Да нет, нет. Нормально? Нет, нет. Вот, послушайте, нет. Мы с вами ни о чем вообще о таком не общаемся. Уверситет, нет. Ну, понятно. Я... Существует... Нет. Я по территории ЛНР, ДНР. Ну, нормально, нормально, значит. Можно не закрывать, я понял. Ну, ну. Ну, сами, вы сами говорите, закрывать не закрывать опять. И меня... Я в открытии, как я говорю, два года назад, два дня выехала. Северный конец. Морозит у меня там 20 километров. Они приезжают, говорят, бою, там как будто и нет. Все ходят. Все спокойно. И так далее. Все, они уехали. Я сейчас приехал туда. Вот, два месяца назад просто с какой-то Лупилова было. Вот, просто Лупилова. О чем с кем нужно общаться? Просто, искайте мне. Молодому пацану, мне 20-15 лет. Ну, я это знаю, да. Я это знаю. Нет. Нет. О чем с кем нужно закрывать? Вот, раз прилетит, допустим, он на балкон. Ну, образ, я говорю, вот, вон он у меня там балкон. Вот туда прилетит, как ну и все. Кому я еще буду рассказывать? Кому я еще не буду переделать? Кому я буду говорить, что Украина плохая? Нацисты какие-то. Фашисты. Они бездравятся. У меня даже по имени нет. Вот и все. И то, что вы все разновольствуете, там, по факту, там, истории и так далее, это все бред. Это все максимальный бред. Пока кого-то это не послушается. Ну, я вас понял. Ну, хорошо, мне уже пора тут делами заниматься. Спасибо за беседу. Да дурака валяйя. Разговаривать, разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве? Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один... Карков русский делал. Музел украинским, молодой молодой членов. Пытаясь. Да что? Да. Украине, которую он создал. Какую-то экономическую поддержку. Ну, ты мне улица родная. И мне погоду дорога.